Доброе утро! Доброе утро! Раньше я очень любил подслушивать громко. Громкая музыка, да. Не первый этаж, не скажи. Что, я и на первом ходил, у меня родители живут на первом. А занавесочки-то есть? Да есть, но я как-то не особо переживал. Да там все равно не разглядеть ничего. Да, что там рассмотришь-то? Сегодня видели меня в трико, так что не переживал. Что, есть смс-ки какие-то? Так, когда я дома одна, у меня отдых. Все включено, плита, пылесос, стиральная машина, пишет нам Елена. В смысле, уборка, да? Наверное. В кавычках отдых, наверное. Если выдаётся побыть одной дома, я заказываю суши. Открываю бутылочку. Суши, хочу суши. Включаю свой любимый торшер и смотрю любимый фильм. Кайф. Кайф. Мы прям прониклись атмосферой. Вот, да, мы правда прониклись. Вот, кстати, меня хвалят тут. Ну давай. Не буду читать. Ну давай, давай. Да не, просто молодец. Саша просто молодец. И в прорубь, и на ковёр, молочина, вот. Мама хоть к перцу у меня просыпается, да, напишет сообщение приятное. Спасибо, мамуль. Что вы делаете, оставаясь дома одни? Пишите, не забывайте, короткий номер 9020. Набирайте сообщение. Утро, пробел. Далее текст. Это будет самый анонимный способ пооткровенничать с нами. Слушай, есть же такая категория людей, которые вот совсем не могут один на один оставаться с собой. Они сразу берут, ну, там телефон, начинают там смситься, звонить кому-то. Звонить, на телефоне висеть, да. Заходить кому-то, начинать писать, чтобы с ними тоже общались. Ну есть такая категория людей. Невозможно. А мне, наоборот, нравится тишина. И я вот, ты вот в детстве не открывал дверь, я сейчас не открываю дверь. Да, просто сидишь. Не, ну, в смысле, я тебя жду гостей, конечно, я открою дверь. Но если кто-то там вдруг, а я, понимаешь, в релаксе, то как бы меня это совсем не касается. А я, знаете, боюсь вот таких штук. Сидишь дома. Ну, сейчас же есть телефон, и поэтому у тебя всегда стук в дверь, он ожидаемый. Да. И когда вдруг, тут недавно ходили какие-то подписи собирали, я прям испугался, стук в дверь. Не в домофон, а прямо в дверь. То есть люди уже в подъезде. Ну, и как-то так непривычно и страшно, я уже настолько отвык от того, что кто-то может без предупреждения постучать. И вообще я понял, что с недоверием относишься. Потому что я в итоге открыл, я не подписал ничего, потому что я снимаю квартиру, а там нужно было именно собственники жилья. Ну, и я подумал, что если бы я был собственником, я бы не подписал. Там, ну, что какое-то там то ли собрание жильцов, там то ли за что-то. И мне прям страшно. Думаю, блин, а вдруг я квартиру сейчас мошенником отпишу? Ну, Васька, прикольный. Нет, вы знаете, в последнее время вообще активно очень все стало происходить. Потому что вот сейчас я жила вот на старом своем адресе, да, ну, просто каждый месяц. Как по расписанию приходили, надо было что-то подписать. С СЖ, да, собрание. С СЖ, да, очередное собрание, за кого-то голосуем, либо против. И надо все... Я подписывала, как бы, так было проще, потому что так быстрее дверь закрывалась. Если ты не подписываешь, тебе начинали долго что-то рассказывать, почему это стоит сделать. Переехала я на другой адрес. Ну, такая же история началась, понимаете, каждую неделю. Тук-тук-тук, и очередной бюллетень тебе, подписывайся. Вот, я не знаю, надеюсь, что вот в Покровке такой активности нет. Я все время, вот, у меня так получалось, что два раза меня заставали у моей сестры. Ну, что-нибудь сидим, мы там, кто-нибудь звонит, иди открой. Я открываю, а там люди, которые убирают подъезд. Распишитесь. Я всегда расписываюсь, как-нибудь прикольно. Там Брюс Уиллис, там Джон Траволта. Ну, можно же писать все что угодно. А в основном люди, которым это, они, ну, как бы, плохо с русским. Они даже объяснить толком не могут, что им надо. Поэтому они не понимают. Да, вот, и я, как бы, там пишу и всякую фигню. Мне кажется, это так очень прикольно. И вот сейчас я, когда, сейчас я делаю ремонт в квартире, да, ну, я уже, наверное, нам всем мозг проел этим, извините. Но я из-за того, что столько там косячил, замарал весь подъезд, пока это все носил. Знаете, у меня там вода бежала. Я очень боюсь стука в дверь. Боишься, что придут и настучат к тебе? Просто, когда стучат, это значит, сейчас мне что-нибудь скажут. И я так открываю там. Когда уберете подъезд, все, все, все. Слушайте, кстати, вот по поводу, да, вот подъездов и вот этих всех историй. Захожу тут недавно в подъезд, а в подъезде очень сильно пахнет чем-то горелым. Эксклюзивно. Там я вышла. Не на шахтеров заходил? Ну, ну, мало ли. Нет, слава тебе, Господи, не до такого дошло. Ну, в общем, я вышла, там сделаю свои дела, возвращаюсь через этот же подъезд. А там уже, понимаете, просто дым. Я до девятого этажа пешком искать квартиру, из которой идет дым. Вот пока я шла пешком до девятого этажа, открывались периодически на разных этажах двери. И закрывались обратно. И закрывались обратно. То есть человек выйдет, странно что-то там, и закрывает, понимаешь? Я думаю, да, Люд, да вы что делаете? Не у нас, на площадке говорят дома. Уже висит дым, настолько сильно пахнет. Это же может чревато быть для всех, кто живет. Я дошла до девятого этажа, ничего не нашла. Я к каждой квартире подходила, но ниоткуда не валит дым. Пошла в лифтерную, а это выходные были, и ТСЖ управляющие не работали. К лифтеру пошла, говорю, знаете, там такой дым. В общем, выяснилось, что кто-то поджег мусоропровод, и он начал там дымить, гореть. Вызвали в итоге МЧС и прочее. Шуба вся пропахла у меня, ребят. Ужас. Будьте бдительны, даже если остаетесь дома один на один, потому что может произойти все, что угодно. И не будьте безразличными. Открыть и закрыть свою дверь проще всего. У Татьяна Ушакова, мужчина, он когда услышал, что шуба вся пропахла, нервно ёкнул. Он уже в курсе. Да, уже пропахла, ёлки. Уже копит. Надо свежую коллекцию посмотреть. Он уже попрощался с частью. Вот моя осознательность, чем мне вышла. Осознательность, кстати. Вот быстро пользуюсь положением. Вы все слышали про фильм «Левиафан», да, который вышел там, он и у нас очень-очень крутое кино. Но мало кто слышал про фильм «Дурак», это тоже русский фильм 2014 года. Тоже хвалят его. Да, да, очень хвалят его. Я случайно на него абсолютно наткнулся, посмотрел на кинопоиски, его огромный рейтинг, там, за 80 с чем-то. Я, к сожалению, не смотрю трагичные фильмы. Ну, я просто не могу, мне очень тяжело потом после этого. Я товарищу посоветовал, он такое у меня киномерило. Он посмотрел, сказал, фильм достойный, надо смотреть, вот, хорошее кино. Если вам интересует, вас интересует советская реальность, в смысле, российская реальность, действительность, то вот фильм «Дурак», правда, крепко сбитый фильм с хорошей актерской игрой, с тяжелым трагичным сюжетом, таким, ну, русским, исключительно русским, о бездействии властей, там, о общежитии. Посмотрите, там простой сантехник исключительно выступает в роли главного героя. Ты так хорошо говоришь, расскажешь о погоде. Сейчас прогноз погоды после него о подарках сегодняшних. Доброе утро, у нас разборки сейчас, а я расскажу вам о погоде. Синоптики пообещали нам переменную облачность, пасмурно, снег, ветер юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Температура воздуха этим утром минус 3. Василий, это правда плюс 1 днем? Днем плюс 1. Вася Синоптик, он утверждает, все, если что, эти, пускай у него уши горят. Плюс 1 к вечеру, минус 4. Доллар 64,98, евро 75 и 27. Вот эти все данные, которые цифровые, вам нужно знать, но остальное можно узнать в нашей программе на тему, что вы делаете, когда один... Может, кто-то перещупывает свои евро и доллары, когда в одиночестве. Перещупывает. Ну, человек там считать, он уже знает, пощупать интересно. Можно перенюхать. Сейчас мы все узнаем. Включайтесь. Спонсор прогноза погоды в новом утре – застройщик СК Сиблидер. При покупке квартиры в Кленовом дворике – кухня в подарок. Звоните нам. Еще раз доброе утро. Что вы делаете, когда остаетесь дома один на один? У нас для вас есть подарки. Во-первых, это вот этот золотой красивый сертификат на 500 рублей в студию красоты «Радиенс». Студия красоты «Радиенс» подарите своей коже сияние. Кроме этого подарка еще фирменный набор фото-бутафорий от телеканала «Перец». Сможете делать веселые фотографии со своими друзьями. Два подарка, а сообщений уже несколько десятков. Давайте я буду чтецом этих сообщений. Начнем с контакта. Доброе утро. Я когда остаюсь одна дома, от скуки у меня просыпается чувство голода. Ем и танцую, например, в Песна Милана. Отвечу на вопрос Татьяны. Мой кот, когда остается один дома, носится по-живу и рвет то, что остается на столе. Это ошибку слова. Пожилье, наверное. Пожилье, наверное. Один раз он погрыз квитанцию за кварплату, которую я забыл убрать. А еще он додирает обои, которые начал рвать еще при мне. Котейка знает, как отдыхать в одиночестве. Доброе утро. В 93-м году мне было три года, а сестре месяца два-три. Мы жили в деревне. Мама решила сходить в магазин. Она оставила дома. При этом топилась печь. И как только мама ушла, у меня руки зачесались. Я полезла в печь с палкой, подожгла ее и ходила по дому размахивая. Первым загорелся диван, где спала сестра. Я, конечно же, перенесла на кровать. Весь дом был в дыму, еще включила свет. Когда начали задыхаться, легла сестра на пол. И все, очнулась в больнице. Благо, сосед пошел на обед домой. Увидел из окна дыма и вытащил нас с сестрой. С нами ничего не случилось. Живы-здоровы. Было только отравление дымом. С тех пор боюсь огня. А сейчас, если я остаюсь одна дома без детей и мужа, я просто наслаждаюсь. Какая волнующая история. Получительная. Надя нам пишет. У меня муж пишет музыку. А любит, когда он один. Видимо, сосредотачивается лучше. Наверное. Скачивает в сторону. Смотри, что я написал. Смотри, что я скачал, когда один. Читаю книги только вслух, когда один. Я тоже читаю вслух. Я прочитал две книжки вслух. Мне так нравится. Сам себе. Да. Ну, чтобы... Ну да, это и хорошо. А ты с выражением читаешь? Да, да, да. Я по ролям прям читаю. Вот у нас есть товарищ наш, режиссер Глеб. Они со своей девушкой читают книги вслух друг к другу. На чешском. Ну, там не только на чешском. Там язык все дальше сложнее и сложнее в чтении. Мне тут было очень стыдно. Я прочитал вслух также книжку «Одну треть, пятьдесят оттенков серого». Те, кто читают, знают, что вслух это читать очень опасно. Реально вслух прочитал. Слушайте, ребят, я даже про себя не смогла это прочитать. Ну, правда. Мне сильно-сильно хвалила моя подруга, дала мне эту книгу. Я начала читать. Наша коллега сказала «Фу, выкинь эту книгу». Я поняла, почему «Фу», потому что, ну, правда невозможно. Такое ощущение, что ты смотришь порнографию, только ты ее читаешь. А мне не понравилось... Да даже не в порнографии вылазило. У меня было такое ощущение, что это был плохой перевод, потому что... Куцый слог был. Куцый слог, да, да. Такой дешевый куцый слог. Нет, видишь, это по-разному нужно смотреть на книгу. И там ее в основном читают, потому что там есть какое-то, ну, большее ощущение от этого. Да я не дошла до большего ощущения, понимаешь? Я дошел, ребята, читаем. Все было хорошо. Еще и вслух дошел? Да. Это были... Ой, Кристиан Грей, да, это Анна или как там ее, уже не помню. По-моему, Анна, да. В феврале будет просто фильм в кино, я хочу посмотреть, понятно. Я делаю еще одну попытку, только ради этого. А мне актер не понравился, который выбран на главную роль в фильме «51-персерва». Так все-таки что читают, что смотрят? Актриса понравилась? Да, она симпатичная. Актриса должна понравиться? Помню, я не помню. Я сейчас, если западаю на кого-то из Акриста, это девчонка из пропавшей. Как ее зовут-то? Исчезнувшей. Исчезнувшей, да, да, вот она мне что-то в последнее время очень нравится. Но не об этом разговор. Доброе утро, Красноярск, когда я остаюсь один дома, я включаю свою любимую музыку на всю громкость и отдыхаю от всех, пишет нам Максим. Да. Хорошую тему выбрали, пишет Инна. Я теперь буду стараться, чтобы хоть на пару часиков остаться одной дома, а то уже пять лет в декрете ни разу не оставалась дома за это время. Привыкнув, что рядом всегда кто-то есть, я, наверное, буду бояться избегать одиночества. А то от рождения деток, когда оставалась одна, любила поваляться в ванной, послушать хорошую музыку, привести себя в порядок, педикюр, маникюр, эпиляция, маски на лицо. Так как считаю, что это очень лично, и мужчинам этого видеть нельзя. Пускай видят нас красивыми и счастливыми. Согласна, что я так. Да, точно. У меня вот супруга тоже любит оставаться одна дома. Если мы с ней вместе, я все время ухожу. Говорит, что ты побудешь? Она говорит, да. Ну, я пойду к нам погуляю, она одна по себе. Потому что я знаю, как важно человеку побыть одному дома. Это так. Вот круто побыть одному дома. Я дома песни пою, не упускаю ни одной возможности. Погорать во всю головку. Пока родителей нет дома, ибо стесняюсь петь при них. Соседи искренне жаль. Ну, что ж поделаешь, искусство требует жадкости. Причем я беру прям самую ужасную попсу, какую только можно, и горланию ее. Вот тоже Денис нам пишет. Нет ничего лучше, чем выспаться в тишине, когда тебя никто не тревожит. Про копий Филиппов нам пишет. А я когда один дома, я отдыхаю, прилагаю фото. Но там фото нельзя показывать. Он с медведями там отдыхает за столом вместе. Вот. А вот наш кореш с тобой. Какой? Тим, человек с бородой из спортзала, пишет, сплю. Все. Коротко. Когда он дома, да. Доброе утро. Я когда остаюсь... А, это вот мы уже читали. Сейчас я обновлю страницу пока. И... А, все, у нас там режиссер раздавал нам задание, поэтому мы замолчали. Сейчас как раз-таки мы поговорим о том, чем тоже можно заняться, оставаясь наедине с самим собой. Можно заняться рукоделием, что-нибудь смастерить, и потом подарить своим близким. Рубрика «Хендмейт». Далее и простой вариант, как сделать корзинку из картона. Обычный с виду лист цветного картона, если постараться, может превратиться в удобную корзинку. Первым делом из листа формата А4 вырезаем квадрат 18 на 18 сантиметров. В свою очередь этот квадратик делим еще на 9 небольших квадратов. Все они должны быть одинаковыми. Горизонтальные линии по краям, там, где я не стер карандаш, прорезаем канцелярским ножом насквозь. Картонную конструкцию складываем вот таким вот образом и закрепляем в этом положении степлером. Замаскировать скобы от степлера поможет ручка. Вырежу ее из декоративного картона. Дополнительно конструкцию декорируем стразами. Простенькая корзинка, в которую можно упаковать даже небольшой подарок, завершена. Дополнительно конструкция. Часть из них можно использовать для компании, часть из них, конечно же, можно использовать для одного. Но здесь, точнее, не часть, а все, что я принес, да, и в это все можно использовать именно для одного. Удивительная вот игрушка, катамина, она чем-то напоминает... Тетрис. Немножко тетрис, да. Здесь есть больше трехсот вариантов заданий, которые нужно выполнить. Нужно полностью заполнить... Ну, вот... Свободное пространство, да, из имеющихся фигурок. Причем есть тоже множество вариантов сложности. И, ну, ни одну неделю упорного труда и работы нужно потратить, чтобы выполнить абсолютно все задания. То есть здесь есть доска, так называемая, и есть фигуры, там, разного калибра, да, и разной формы. И необходимо, в общем, тут можно менять уровни, да, вот такая перегородка есть у доски, да, ты меняешь уровень, у тебя получается немножко другое пространство по сантиметрам, да, по площади, и вот ты опять же в это пространство вписываешь имеющиеся фигуры. Действительно долго? Да, конечно. Ну, все зависит от также сложности. Какие-то быстрее делаются, какие-то медленнее. Чем дальше находится вот эта планочка от старта, тем, соответственно, сложнее и больше времени требуется на то, чтобы выполнить... Часто люди покупают. Мне кажется, сейчас самый простой способ остаться наедине, это, что называется, по-народному залипнуть в смартфон. Да, это да. Залипнуть можно на солодей, знаете. Да, да, да. Тут какие-то стулья, что это за набор стульев? Стульчики – это удивительная интерпретация дженги. Компания Трефу решила, что они не просто будут делать, ну, варианты дженги из простых брусочков. Но это вот такая вот башенка, которая, соответственно, состоит из брусков 3х3, нужно вытаскивать, составлять наверх. А что мы со стульями должны делать? Здесь задача простая. Здесь есть один стульчик, который стоит на столе всеми четырьмя ножками. А все остальные стульчики нужно ставить так, чтобы другие ножки не касались земли. И таким образом в конце получается, ну, вот какая-то такая подобная структура. Периодически она опадает. Когда опадает, нужно там... То есть нужно на одну стоящую табуретку накладывать другие, да? Да. И получается такая горка. Абсолютно правильно. А тот, кто вставит стул и все разрушится, тот, соответственно, проиграл, если это в паре человек играет с кем-то? Если в паре, то просто это он забирает себе и дальше использует. Задача – вход один стульчик поставить и, соответственно, избавиться от всех стульев, которые есть на руках. Любопытника. Здорово. Вот. Это пазлы. Да, это старый классический пазл, который тоже... Ну, не один час свободного времени, тут две тысячи деталей. Это можно действительно на несколько недель посидеть за этим делом. Что-нибудь из того необычного? Знак древних, что ли? Знак древних, древний ужас – это прекрасные игрушки, которые созданы по миру Говарда, Лавкрафта. Это такие приключенческие игры, в которых нужно выполнять задания. Есть... Разные сюжеты? Да, есть несколько древних монстров, которых нужно предотвратить вторжение, которых нужно на мир. Нужно бегать по миру, собирать улики, прокачивать своего героя. Там какая-то бумажная карта есть? Да, там большая карта мира. В каждом из городов открываются всякие врата, вторжения всяческих монстров. Они там выходят, их надо уничтожать, собирать улики, находить какие-то предметы и так далее. Очень интересная игрушка, она причем занимает, даже если в одного играть, то порядка четырех часов. Интересно будет играть самим с собой? Да, безусловно, потому что мир очень глубокий, очень много вариантов развития. И если один раз ее даже пройти, то второй раз будет играть только интереснее, потому что будут знакомы какие-то нюансы. Мне очень нравится от этого набора сибирская башенка, которая, между прочим, как сувенир, да, такой красноярск, красноярск. Прям пахнет настоящим деревом. Она выполнена из кедра, да, и такая патриотичная наша. Да, я как будто бы в бане стою в деревянной ароматной. Скажите, пожалуйста, сколько у вас требованы эти игрушки? Игрушки эти все очень популярные. И, ну, сейчас вообще происходит развитие мира настольных игр. И, ну, все больше и больше людей, они, ну, предпочитают проводить досуг. Вот не как вы сказали, да, что в одиночестве там где-то за столом. Ну, все-таки, да, все-таки что-то интересное, что-то более разнообразное. Больше молодежь этому подвержена или люди с нашего поколения тоже уже длительные? Да, больше молодежь и, соответственно, уже, ну, с детьми люди, которые покупают что-то для своих детей и хотят оттащить детей от всяческих гаджетов как раз и проводить с ними вместе время, ну, и играя в различные настольные игрушки. Спасибо вам огромное. Сегодня Александр Петушков, руководитель интернет-магазина настольных игр, побывал в нашей студии с несколькими вариантами настольных игр для одного человека. Да, как вы проводите свой досуг, когда остаетесь один на один дома? Пишите нам сообщение на эту тему. Сейчас мы прервемся ненадолго, а потом будем читать ваши истории. Мы в салоне, который в меховой отрасли уже 19 лет. Все модели шуб, представленные здесь, отбираются на показах меховой моды Европы. Отшиваются шубы на ведущих фабриках Греции по последним тенденциям итальянских домов моды – прямые поставки. Это настоящее царство меха. Есть шубы из меха-норки, шиншиллы, канадского енота, фишера и каракульчи. В этом сезоне по-прежнему актуальны комбинирования мехов, модели с манжетами, а также шубки в стиле 60-х. Все модели в салоне представлены в единичном экземпляре. Завидной популярностью пользуются изделия из африканской каракульчи свакара. Она имеет ярко выраженный муаровый рисунок и эти узоры неповторимы. У шуб из настоящей свакары низ открыт, а на шкурах стоят печати. У каждой шубы есть свой паспорт, что подтверждает подлинность изделия. Также в салоне можно приобрести дубленки, облегченные для поздней осени и теплые из меха Мерина или Тоскана до зимы. Вам хочется что-нибудь нестандартное? Вы можете сделать заказ, и мастера создадут шубу вашей мечты на основе ваших индивидуальных предпочтений. Салон меха «Золотой лев» для людей, разбирающихся в мехах, для тех, кто ищет истинное качество, красоту и тепло. «Золотой лев» Ленина 118. 8 часов 53 минуты. Доброе утро. И сейчас о самом главном, о погоде на сегодняшний день. 21 января среда, и в нашем городе сегодня пасмурная погода, и пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный от 3 до 6 метров в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба, и в течение этого дня меняться не будет. Утром мы около минус 3 градусов, днем в плюсах уйдем плюс 1, и вечером минус 4. Ну что же, поздравляю с такими погодными условиями. И тем не менее, берегите себя, одевайтесь потеплее, пейте витамины и почаще улыбайтесь себе в зеркало. Прогноз погоды в Новомутре представляет сеть магазинов «Форвард». «Форвард» – первый российский бренд спортивной одежды. Это хорошо, что вам недоступен наш мобильный сервис, в смысле вы не можете прочитать все, что сюда приходит. Но человек, который пишет гадости в мой адрес, у меня же есть ваш номер. Ну просто так, ради интереса, вот скажу вам. Так, теперь о том, что нам пишет прикольного. Давайте напомним кем-то для общения сегодня. Может быть, кто-то только что присоединится. Что вы делаете, когда вы один дома? Когда я одна дома, громко пою, стыдно, конечно, соседи слышат, наверное, но так хочется. Доброе утро, Красноярска, мне не удается побыть дома одной, так как у меня маленький малыш. Костя и Павлик, я вас люблю, мама, пишет. А мне одной не остаться, у меня собака, но иногда получается устроить день бревна, просто лежи. Я, когда дома одна, утром смотрю только ТВК, ваша программа очень позитивно заряжает на весь день. А у нас был случай, загорелся этажный щиток, сосед выбежал и говорит, спокойно, бабы, и плюхнул в ведро воды. Такой грохот был, с соседнего дома люди прибежали. Короче, еле потушили, выгорело все. Я живу на первом этаже, больше не хожу обнаженной, так как ко мне в форточку заглянул мужик, ужас, ужас. Вот, я о чем говорю, вот так ходишь, ходишь, думаешь, тебя никто не видит, никто внимания не обращает, а оно же, знаете, как бывает? Может, у меня какие-то странные наклонности, но я бы точно ходил обнаженный, если бы у меня была квартира в центре со свитражными окнами. Ходилка и стоял, пил кофе вот так. Да? Серьезно? То, что ты думаешь, шепчешь, этого никто не слышит. Голенький, смотрите, по центру города. Я сломался в эфире. Ну, проколол, ты читаешь вообще, что делают зрители, когда один на один. Я, когда дома одна экспериментирую с приготовлением еды, угощаю соседей и принимаю восторги. Вау, благородное дело. Хорошая, добрая африканская традиция, знаете, они там друг друга с пирогами. Может быть, мы живем рядом, да? Потому что накормят? Плохо, да. У меня маленький ребенок, я мечтаю остаться одна дома. И чтобы без уборок, стирок, готовок. Если вдруг муж на работе. Вдруг. Детей разобрали бабушки и дедушки. Я тороплюсь пойти спать, пока никто не мешает. Но пока иду до спальни, я натыкаюсь на детство, решаю немного прибрать игрушки. Следом понимаю, что и полы помыть не помешает. А когда заканчиваю, бац, приходят дети. Знаете, ребят, очень-очень старый КВН и одна из команд КВНовских. Там пела «Девушка женская, счастье, муж в командировке, хомячки и дети у свекровки». Кровки, да, это точно. «Отвезла внука в детский сад, сижу одна на диване, жду, когда закончится ваша программа и начнется «Дом-2». Да? А он идет днем? Я же не знал его расписание. Так, дальше. Включаю музыку и гоняю кошку. Кошку гоняешь? Кошку, да. Я когда дома одна включаю громко музыку и танцую, как будто снимаю с фильмы «Шаг вперед». Я с внучкой Е1 и 3. Провожаем всех на работу, пью кофе, смотрю вас любимых. Диван, телевизор, компьютер. И вот человек, мне кажется, уже достоин приза – танцую, как бог. Танцую, как бог? Ну да, сразу и оценку себе поставил. Молодец. Ну когда ты один, ты и поешь, как бог, и танцешь, как бог. Почему не я в шоу голос? Ну тогда, когда остаюсь дома одна, такое бывает крайне редко, люблю запастись разной вкусной едой, залечь перед хорошим фильмом. Никто не мешает. Вот это такой бытовой отдых. Слушайте, знаете, может быть, этот рецепт полюбится или понадобится тем, кто не очень хочет убираться, ну или не любит этого делать, да. Я, например, для того, чтобы скоротать вот это время, там, за уборкой или за каким-то скучным для меня делом, включаю лекцию, интересующую меня. Ты послушала то, что я тебе сказал? Конечно. Хорошая лекция? Конечно. Надо переслушивать, потому что некоторые вещи ломают стереотипы. Кстати, Саша Смол, да, мне недавно скинул ссылку на лекцию, которая сломала действительно очень многие вещи в моей жизни. Можно послушать ради этого. Это исключительно научная лекция, там нет ничего такого, что можно выдумать. Савельев, Вячеслав Савельев, да, по-моему, как его зовут? Сергей Савельев. Сергей Савельев. Такой человек занимается физиологией мозга. Ну так ради интереса. Да, да, да. Так вот, я к чему говорю. Вот так включаешь умного человека, он рассказывает вещи, которые тебя удивляют, а ты в это время там что-то там моешь, там, не знаю, стираешь, там, перебираешь, и время летит незаметно. При этом, когда заканчивается лекция, ты понимаешь, что вообще не зря провел это время. Все органы чувств были сейчас как бы, да, востребованы. И заодно все прибрал. Я вышиваю крестиком и одновременно смотрю фильмы. Могу так весь день провести. Супер. Всем привет лично. У меня провождение свободного времени. Пока нет родителей. Зависит от моего настроения. Могу включить музыку, играть в Sims или валяться в ванне два часа, смотря какой-либо фильм. Бывает, что просто лежу и рисую. Доброе утро. Я боюсь оставаться одна дома. Мне всегда кажется, что где-то кто-то шумит, и что-то потустороннее происходит, хотя уже 19 лет мне. Но все равно какой-то страх. Поэтому у меня всегда включен телевизор, чтобы его было слышно во всех комнатах. Параллельно играет музыка. И вот тогда мне становится спокойнее, особенно если играет рок. Наверное, надо поменьше ужастиков смотреть. А еще, когда дома никого нет, я принимаю душ. То мне кажется, что обязательно придут воры и взломают дверь или залезут через окно. Я думаю, что как-то не очень нормально будет сражаться с грабителями-галышом. Да, еще немного про ванну. Знаете, то, что я люблю вот это место в квартире? Ужин при свечах возможен только если за окном темно. А вот ванна при свечах возможна и утром, и днем, и вечером. Так что желаю вам отлично проводить время, когда вы дома одни. Да, с Татьяной Ушаковой вы увидитесь завтра в 6.30 на ТВК, а мы на Перце еще полчаса будем с вами беседовать. Пока, удачи. Дожал-таки Ушакову наконец-то, оставила мне стул. Спасибо. Доброе утро. И еще раз мы обсуждаем тему «Я один дома». Что вы делаете, когда остаетесь одни дома? Откровенничайте с нами. Есть несколько способов сообщения в группе ВКонтакте «Новое утро», так оно называется. Либо смс-ку нам напишите «9020», номер короткий. Пишите «Утро», пробел, далее текст истории. Итак, когда остаюсь дома одна, достаю всю свою косметику, делаю мейкап. Ну, пытаюсь. Ух ты. Надеваю платье и хожу красиво я по дому. Перед приходом домашних быстро смываю. Покрасовалась сама себе и все. Руслан нам пишет «Доброе утро. Когда я один дома, сочиняю стихи». Вот ребята нам шлют. А наше утро начинается так, с учебы. Ну, вот ребята нам присылают фотографии. Можете зайти в группу ВКонтакте «Новое утро», посмотреть все, что нам шлют. Ну, а теперь обновим страницы и посмотрим, что нам еще пишут. Пишут нам сегодня очень много, потому что тема касается всех и каждого. А вот это спрашивают. А какого вы ходите, извините, голой, если живете на первом этаже? Передайте тем, кто писал. Когда лежу в больнице, это происходит именно сейчас. Смотрим вас. У меня двое маленьких детей с разницей в два года. Один уже пошел в детский сад, осталось отдать второго. И я уже пять лет мечтаю остаться одна. Где же ты, свобода? А потом появится вдруг третий, который еще задержан. Я не зря говорил про снег, Таня. Что вот некоторые мамы, ой, извините, мечтают остаться одни дома все-таки. Наконец-то уже, без малышей. Ну, не выбросить, просто подержать немножко. А у меня двое... Так, 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 так. Доброе утро. Когда я один дома, я включаю кино и глажу белье. Ну, примерно такая же история. Конечно, хочется поспать, но не получается. Надо убраться, постираться и встретить любимого мужа после работы с наивкуснейшим ужином. Напишет нам Светлана. Это пока все сообщения. Теперь что у нас в ВКонтакте? Обновляемся и смотрим. Свободное время. Я либо провожу время за компьютером, или, если это зима, иду на каток. А если лето, то на турник. Вот такое скучное времяпрепровождение. Что посоветуете делать? А что скучно? На турник хорошо, на каток хорошо. Нужно добавлять еще что-нибудь. Почитал. Да. После турника или перед турником. Как шах-бокс. И для ума, и для мышц. Если я останусь дома одна, наша кошка начинает ко мне приставать. Она ходит за мной, сидит рядом, морчит как трактор и делает мне массаж. Если я что-то делаю, она внимательно смотрит. Пишет нам Ким. Контролирует, чтоб ошибок не было. Все, давайте накопим сообщение, и пока посмотрим какой-нибудь сюжет. Есть нам что посмотреть? Да. Супертряпка. Да, рыжий шопинг. Алена Понеделка разбиралась, какая тряпка лучше впитывает влагу, что стоит покупать, а к чему подходить лучше не нужно. Всем привет. Это рубрика «Рыжий шопинг». Гуляя по магазинам на выходных, я нашла вот такую новинку. Супертряпка. Сегодня мы протестируем, как она работает и сравним ее с другими тряпками. Не супер. Итак, участники эксперимента. Супертряпка, вискозные салфетки и салфетка из микрофибры. Сравнивать будем по трем параметрам. Тактильное ощущение, скорость впитывания влаги и способность не оставлять разводов на поверхности. Начнем по порядку. Тактильное ощущение. На ощупь супертряпка мягкая, вискозные салфетки тоже от нее не отстают. Весьма приятно держать их в руках. А вот тряпка из микрофибры цепляется за все неровности на руках, так что перед тем, как ей пользоваться, лучше сделать маникюр, ну или надеть перчатки. Теперь тестируем способность впитывать влагу. Супертряпка справляется неплохо, впитывает быстро и в тарелке почти не остается жидкости. Вискозные салфетки проваливают этот тест. Они не могут впитать даже половину жидкости. А вот тряпка из микрофибры медленно и верно забирает в себя всю влагу без остатка. Настало время проверить, оставляют ли эти тряпки разводы. Супертряпка отжимается легко, но сколько ее не крути в разные стороны, мокрый след на столе все равно остается. А вот салфетки из вискозы и микрофибры за собой следов не оставляют. Итак, на ощупь приятнее всех супертряпка, но влагу лучше впитывает микрофибра. Зато вискозные салфетки не оставляют разводов. Лично мне понравились тряпки вискозные. Они впитывают достаточно неплохо и на ощупь очень приятные. А супертряпка меня, как хозяйку, совсем не устраивает. Доброе утро. Мы обсуждаем сегодня тему «Я один дома». Чем вы занимаетесь, когда остаетесь один на один с самим собой? Пишите нам сообщения. Пока вы пишете, вспоминайте, чем же вы все-таки занимаетесь. Мы пообщаемся с психологом. У нас Оксана Онищенко в студии. Доброе утро. Здравствуйте и доброе утро. Нормально ли человеку меняться, когда он один дома? Нормально. Мы когда остаемся одни дома, это, наверное, то время, когда мы можем снять все социальные маски, почувствовать сами себя, какие мы есть, громко некрасиво петь или там... Красиво может быть. Да, или красиво петь. Или как-то одеваться так, как мы обычно не одеваемся. Да, как-то плясать так, как мы не будем плясать никогда ни перед кем. А несет ли это полезную функцию какую-то? Нужно ли человеку оставаться в одиночестве на какое-то время? Конечно, это несет полезную функцию. Когда мы рядом находимся с другим человеком, мы пересекаемся с его потребностями, а когда мы одни сами наедине с собой, у нас есть возможность получше себя услышать, понять, почувствовать, куда мы хотим, идти дальше и чего мы вообще хотим. То есть из этого можно практическую пользу какую-то пересекать? Но еще вот это полусумасшествие, оно тоже помогает. Тогда, когда человек снимает стереотипы, социальные маски, он может чуть глубже понять себя, услышать, ну, может быть, снять какое-то напряжение. И в любом случае есть много пользы от одиночества, но одиночество должно быть в меру. Дозировано. Да, дозировано. Стоит ли обратить на какие-то свои такие увлечения? Может быть, если человека тянет петь в одиночестве, может быть, ему стоит в вокальный кружок пойти? Или это вовсе не сигнал об этом? Думаю, это не сигнал. Нет, нельзя прочитать, как тут это одиночество и те позывы, которые оно за собой увлечет. Да, можно посмотреть, что именно вы делаете, когда вы находитесь один. Если вы, допустим, постоянно стараетесь что-то переставить в доме, то, наверное, у вас есть потребность к какой-то новизне. Если вы там постоянно залазите в коробки, перебираете старые вещи, то, возможно, вы ищете какой-то ресурс, который потеряли в себе, и пытаетесь найти какие-то личностные характеристики, которые вам сейчас могут помочь. Но вы про них забыли, к примеру. Да, стоит обратить внимание, чем вы занимаетесь сами собой. Потому что, как правило, вы сами себе подсказываете ответы на многие вопросы. Меня интересует такая штука. Например, пара желает считаться браком. Стоит ли мужчине установить камеру дома и посмотреть, как женщина себя ведет в одиночестве? И скажет ли это ему о том, какая она есть на самом деле, вот уже без этих социальных рамок и масок? Я думаю, у него не получится это сделать, поставить камеру. Она ее уберет. Она ее переставит куда-нибудь, протрет влажной тряпкой. Вообще, на самом деле, когда люди начинают встречаться друг с другом, они очень красиво друг к другу показывают себя с лучших сторон, и это нормально, и в любом случае познаете вы человека только через какое-то время. Самое сложное, это когда вы встречаетесь друг с другом, и вроде и один, и второй проявляет активность, а через какое-то время обнаруживается, что один домосед, а другой не любит сидеть дома. Хотя в период вот этого романтического контакта, да, и один, и второй выходил из дома и контактировал друг с другом. И вот здесь возникают сложности в парах, как раз связанные с этим. Что делать, да? Вроде уже насытились друг с другом. Я не хочу сидеть дома, а ты постоянно находишься в этом пространстве. И хочешь быть одна, да? И вот здесь есть два пути. Либо между собой договариваться уже о том, что одну неделю мы вместе выходим и проводим время с друзьями, другую неделю сидим дома и занимаемся там каждым своим делом. Либо уже принять друг друга, и каждый черпает свой ресурс, так как он может черпать. Один за пределами, а другой дома. Ну, по сути, у нас же есть такая штука, что мы никогда друг друга не поймем. Один человек другого никогда не сможет понять. Все, что мы делаем, это нужно идти на компромисс. Да. Чем умнее, тем больше ты можешь договариваться с кем-то. И не переделаем друг друга. Да, я хотел какой-то еще важный вопрос задать. Есть у тебя что-нибудь? Я хотел спросить, нужно ли высвобождать вот это время на одиночество, если вот, например, ты в семье, да, у тебя нет возможности. Ну, однокомнатная квартира, может быть, не можешь ты остаться один. Составить, может, расписание какое-нибудь, если это одиночество нужно. Да, либо самому, не знаю, в лес уходить, в Академгородок уезжать, там белок кормить, чтобы вот раз в месяц или как далее. И там уже они ходить не могут в Академгородке. Ну, они такие хорошенькие. Это скоро панды станут через несколько поколений. Конечно, важно освобождать это время, потому что вначале я вам уже сказала, что очень много ресурсов есть в одиночестве. Еще нужно смотреть на то, какой человек. Вы наверняка знаете, что люди бывают разного типа, бывают интроверты, а есть экстраверты. И, допустим, экстраверты – это те люди, которым важно, вот это открытое общение, социальные контакты, да, чтобы энергия шла вовне и направленная была на объект, да. И для них вот это одиночество, оно не нужно. Им не очень хорошо быть одним с самим собой, да. Тогда как интроверты для них вот прям критически важно быть в одиночестве, не распыляться, направлять энергию на себя. И если вы интроверт-интроверт, то, наверное, нужно находить все-таки время, да, для того, чтобы черпать этот ресурс и быть самим собой. И это прям критически важно для них. Да. Ну, наверное, последний вопрос – как сказать своим близким о том, что тебе нужно побыть одному? Так и сказать. Мне нужно побыть одному. Ну, видите, когда это отношения мужчины и женщины, например, да, они начинают додумывать какую-то вещь, там, а почему он не хочет быть со мной, все же от противного. Может, есть какой-то способ дать мягко понять, что я бы хотел часок провести один? В основном о сложности возникают додумывания, связанные с тем, что мы открыто не говорим, мы говорим, я хочу побыть один и все, да, а другой – а, как так, ты меня не хочешь видеть. Когда ко мне приходят люди, как раз мы про это говорим, а вы говорили вслух, почему вам нужно побыть одному? Просто нужно близкому сказать, мне нужно побыть одному, потому что вот что-то я как-то растратился, и вот это время мне нужно, чтобы вот… Собраться. И это не потому, что я не хочу видеть тебя рядом, потому что, ну, просто вот я хочу побыть один. Это не значит пауза в отношении. Да, да. Хорошо, ну, я вроде все вопросы задал, надеюсь, вы, друзья, получили все ответы на свои вопросы, которые тоже бы хотели задать сегодняшнему гостю. Оксана Онищенко, психолог, была у нас в студии. Саша, судя по твоей интонации, я думаю, ты хочешь остаться один? Пойдемте, оставим его. Человеку надо ресурс накопить. Я с удовольствием посижу. 90-20 с пометкой утро, сюда вы можете присылать свои смс-сообщения, истории, которые у вас связаны с тем, как вы бываете дома одни. Можно пользоваться нашей группой ВКонтакте, называется она «Новое утро», все предельно просто. Пока мы посмотрим рекламу, после этого почитаем, уже скоро будем подводить итоги. Срок платежа следующего у вас будет 11-го числа следующего месяца. Вас устраивает? Да. Алексею Постникову срочно понадобились деньги на ремонт машины, на которой он же и работает. У меня сломалась машина, по месту работы работаю здесь недалеко. Поехал, проехал, заехал. Сумма нужна небольшая, быстро где-то перехватить не получилось. В банке это слишком долго. За 15 минут я здесь получил деньги. Через небольшой срок верну деньги, сделаю машину, и все будет хорошо. Для тех, кому крайне необходима небольшая сумма денег, причем срочно, заем в кредитно-потребительском кооперативе – возможность быстро решить свою проблему. Беззалоговые займы оформляются за 10-15 минут. Из документов необходим только паспорт. Если же вам необходима крупная сумма денег, то тогда рассмотрите заем под залог – имущество или земельного участка, а также автомобиля с правом пользования и без него. Мы проявляем индивидуальный подход каждому клиенту. С недавних пор у нас появилась система скидок. Для тех, кто берет заем не в первый раз и выплачивает вовремя, мы снижаем процентную ставку. Помимо займов, кредитный потребительский кооператив также предлагает приумножить свои накопления, причем именно сейчас. Мы сохраняем процентные ставки по сбережениям граждан до 35% годовых, поскольку ситуация на финансовом рынке показала, что данные ставки наиболее актуальны. Кредитный потребительский кооператив «Золотой круг». Выдача займов и прием сбережений. Звоните 205-09-14 или приезжайте на Красноярский рабочий 88 и Металлургов 36. Доброе утро. Здравствуйте. Что вы делаете, когда остаетесь дома один на один? Обсуждаем эту тему и поэтому мы так широко улыбаемся. Что нам пишут? Вот команда дураков у нас, по-другому не скажешь. Вот все смеются там за кадром над всякой чепухой, ребята. Давайте полезно нам что-нибудь писать. Ненавидела всегда быть дома одной в последнее время в современном ритме жизни, когда удается поспать всего три часа в сутки. Если вдруг случайно дома тишина, я падаю на диван и проваливаюсь в сон хотя бы на 15 минут. Вот такое смс-сообщение от наших зрителей. Сейчас посмотрим, что пишут в группе ВКонтакте. Когда остаюсь дома одна, встаю пить кофе. Взбадриваюсь, включаю музыку и читаю рэп. Потом открываю двери, так как живу в общежитии. Включаю громко музыку и начинаю убираться, двигаться по дому, да еще и пританцовываю. Пишет нам Аля. Интересное у вас увлечение. Вот насчет спорта у нас как раз тема здесь тоже присылают фотографии. Наталья пишет, когда я остаюсь дома одна, я включаю громко музыку, танцую, где никогда не... Видимо, так, как никогда... Никогда не плясал. Да, под свою любимую... Под свою любимую песню. Я люблю сидеть дома одна. Нас, кстати, лишили возможности остаться в одиночестве в большом лифте. Я редко пользуюсь лифтом, потому что, ну, невысокий у меня этаж. Тут захожу, в грузовом лифте поставили камеру, думаю, ну, теперь не поплясать ничего. А ты танцуешь в лифте? Ну, я обычно, если я в наушниках, то я захожу что-нибудь, приплясываю в лифте, бац, камеру поставили. Думаю, ну, ладно. А я все время в лифте, там же есть эти такие объявления вешать. Не знаю, зачем и кто разрешает вешать их в лифте, например. Рекламные особенности. Да, но там есть еще в этих объявлениях внутренние объявления. Типа, разыскиваются мужчины, которые снимают наши объявления. Знаете, ну, видели, наверное? Я думаю, ну, это вообще прям детектив, да? Вот потом еще, как газету, писали бы, как их нашли, там, что с ними сделали. Что с ними случилось? Вот этот комикс про мужиков, которые снимают объявления, очень прикольно. Доброе утро. Я, когда остаюсь один дома, тоже постоянно подпеваю музыки. А если я иду на кухню сделать элементарный бутерброд, то обязательно попадаю в кулинарное шоу, пишет Александр. Лилия пишет. Оставшись одна, хожу голой по дому, слушаю музыку и готовлю. Константин. Когда остаюсь дома один, просто отдыхаю. Но это бывает редко, потому как... Этот кот, заберите кота. Не надо, не отдавайте кота. Коты хорошие. Я, когда остаюсь одна дома, то люблю спать в тишине в обнимку с котом. А если кто-то стучит в дверь, я даже и не слышу. Самое главное, отключить все телефоны, потому что через пять минут, как ты уснешь, начнут звонить все. Это правда. Так, пока обновим. А были у тебя в детстве какие-то истории, связанные с тем, как ты остался один дома и что ты сделал? Какие-то у меня были тихие игры, я что-то там играл с игрушками, то есть я не помню такое. Тебя оставляли дома одного? Раньше же не было такого, да? Сейчас выбор огромный. У тебя есть игрушки, компьютер, телевизор, да, там какие-то спутниковый канал. То есть сейчас у ребенка прям разгула. Раньше, ну, у тебя есть игрушки и все. Ты либо идешь гулять, либо дома играешь с игрушками. Все. Раньше было так классно, меня часто оставляли дома, там на дачу все уезжали, да? Ключ, дверь им не закрывают. Ну, что их закрывать, да? Чуть-чуть пошел, ты погулял, просто прикрыл ее, ушел, вернулся, все на месте. Ты и ты. Сейчас же вообще детей одних не оставляют. Они одни в школу не ходят до какого-то класса, да? Одни не гуляют всегда под присмотром. Раньше я помню. Во двор одни не выходят. Мама обязательно в окно. Да, помнишь эту штуку, там, можно за дом сегодня сходить? А, да, 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 да. Или в соседний двор. Или в соседний двор, да, или ты там в десятом дворе поиграешь. Ладно, сходи сегодня, ты уже взрослый. Мой муж, когда дома один, слушает Майкла Джексона и танцует его танец. Прикольно. Когда одна дома, радуясь жизни, улыбаясь новому дню. Пишут нам такие истории. Так, что у нас в смс-сообщениях? Их сегодня, кстати, очень много, но мы просто очень много их и читаем. Ну, давай, 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 давай. Нет, это нельзя просто. Неприличное опять? Неприличное, но... Что ж такое? Смотрю ТВК, пишут нам наши телезрители. И, и, и... И что-то неприличное. Смотрю ТВК и что-то неприличное. Я уже давно не была одна дома, так как занимаюсь дочкой. А пока она спит, готовлю и убираюсь. Написала нам Лиза. Это все, это все. Пока вот так, на напор сообщений, пока он чуть-чуть уменьшился, но мы уже будем выбирать совсем скоро того, кто заслужил от нас главные призы. А пока... Пока небольшой блок полезной информации. Пишите истории. Я один дома. Ждем. Мы поставили ганг свой потолок, потому что он подходил по дизайну нашей квартиры. Девочки-менеджеры нам посоветовали, и мы остались очень довольны. Гостиную Светланы Муратовой вот уже шесть лет украшает красивый натяжной потолок. И он по-прежнему выглядит как новый, говорит Светлана. Ну, очень практично. Во-первых, ни трещин, ни пыли, ничего не видно. Практически ухода за ним никакого пока еще не было. А это очень удобно для хозяйки. Не так давно Светлана заказала в этой же компании стильное панно с подсветкой на всю стену с фотопечатью. Результатом осталось довольно. Ну, эта компания довольно давно существует. Очень много отзывов хороших. Работают ребята все в команде там. Также клиенты отмечают, что в компании постоянно проходят какие-то акции. К примеру, пенсионерам и новоселам при установке потолков предоставляются скидки. Есть и другие выгодные предложения. Мы рады предложить нашим клиентам беспроцентную рассрочку от трех до шести месяцев без участия банка. Ежемесячный платеж от 1700 рублей в месяц. Вы можете заказать один потолок или потолки на всю квартиру сразу. Потолок простой или потолки сложные, интересные, с фотопечатью. Мы абсолютно не ограничиваем вас в вашем выборе. Вам нужно просто решить, какой натяжной потолок вы хотите, и заключить договор, чтобы получить рассрочку. Светлана, как клиент, считает, что эта услуга будет пользоваться большим спросом. Во-первых, не каждый может позволить себе сразу общую сумму. А в рассрочку вот такой вариант, я думаю, доступен теперь всем. И наверняка теперь в каждой квартире будет натяжной потолок, а это здорово. Узнать об условиях предоставления беспроцентной рассрочки можно в офисе компании натяжных потолков Блейхерт. И по телефону 22 22 111. Не откладывайте установку потолка на потом. Приходите и заказывайте с рассрочкой сегодня в компании Блейхерт. 21 января на календаре. Сегодня среда. Синоптики прогнозируют нам погоду пасмурную, снег в течение всего дня. Ветер юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Давление существенно не изменится. Давление 750 миллиметров ртутного столба. Утром температура воздуха минус 3 градуса. По данным Гесметио, сегодня днем будет погода до плюс 1 градуса. Посмотрим, может быть, действительно все вновь начнет таять. Ну а вечером похолодает до минус 4 градусов. Прогноз погоды в Новомутре представляет сеть магазинов «Форвард». «Форвард» – первый российский бренд спортивной одежды. Пару смс-сообщений к нам пришли. Мы с мужем распорядили отдых так. Распределили. Я остаюсь дома одна, делаю уборку, готовлю и далее отдыхаю. А муж таксует. Он остается дома один, играет в Соньку. А я на танцы, растяжку и инглиш. Благодаря вот этой доступной системе регистрации таксистов, да, на букву «М» можно с таким большим количеством людей познакомиться. Вообще невероятные люди. Кто-то там банковский работник, кто-то тоже на телевидении работает, таксует по ночам. Вот сегодня меня вез парень, он знает, он там оператором работает в другой компании. Да ты что? Да. Ну, то есть там любой профессии. И врач в этой службе такси может тебе встретиться, кто угодно. Это очень увлекательно. Представь, позавчера на такси, а на вызов приехали два мужчины. Ну, в смысле, они вдвоем. Да, я бы не сел в такую машину. Я бы звонил, сказал, что не надо так делать. Ну и правильно. Аж заявка принята. Так, я когда дома одна, все время скучаю и жду маму. Пишет нам Милена. Софья прислала фотографию, песенки пою и пританцовываю. Здесь очень много таких коллажиков. Можете зайти тоже глянуть. Ну, что еще вам прочитать, например. У меня есть два кота, и когда мы остаемся втроем, то они становятся моими личными психологами. И такой разговор реально помогает. Легче становится, как там, написала нам Анастасия. Ну да, можно выговорить, а они же еще смотрят, так вроде понимают. Когда дома никого нет, мое творчество расплывается по всем комнатам. В спальне я художничаю, в зале рукоделки разные. На кухне тоже развожу кружок очумелой ручки. Теперь смс, что вы представили нам на 90-20 с пометкой утро. Наша семья нудисты, кроме меня. Когда нас с мужем нет дома, дочь и подросток ходит голышом без нас, когда одна дома. Так же мой муж, ее отец, любит ходить голышом по дому, когда дочери нет дома. Вот так вот. Ну, Васек, и написали нам, ковер уберите. Студия реально требует обновлений. Ооо, давай не будем к этой теме переходить. Может, сделаем человеку подарок на 8 минут? Мы пока здесь облагораживаем студию. В телевидении, возможно, все, ребята, абсолютно все, тащи на себя туда. Сюжет сушилка. Далее смотрите его, мы пока ковер продадим. Она имеет три рабочих поверхности. Вот это одна поверхность. Это вторая поверхность. И вот это третья поверхность. Здесь мы можем сушить различное белье, постельное белье, домашнее белье. А вот на эту поверхность мы можем поместить постельные рубашки, сорочки, футболки. Сушилка-трансформер. В собранном виде занимает почти столько же места, сколько и гладильная доска. Стоит она немало – 5729 рублей. Легко превращается из большой в маленькую, и это инерционная сушилка. Располагаете первую часть на одной стене, а вторую растягивая веревки на противоположной. Когда одежда высохла, сушилку легко собрать. Цена 936 и 1251 рубль, в зависимости от размера и выдерживаемого веса. Наиболее прочная и долговечная сушилка та, у которой струны для сушения толстые и вкручены в основание сушилки. А наименее прочная сушилочка – это та, у которой струны тоненькие. Сушилки, где струны приварены к основанию, не рассчитаны на большой вес. И вот в том месте, где приварена эта тонкая струна, если будет перегруз, то струна может просто оторваться. К прочным можно отнести вот эту сушилку. Она к тому же и электрическая, то есть вещи высохнут немного быстрее. Стоит 4069 рублей. А этот вариант большой вес не выдержит. Подойдет скорее для рубашек или нижнего белья. Сто сорок шесть и четыреста сорок девять рублей. Немного вещей может удержать и эта сушилка. Пожалуй, это самый компактный вариант из всех. Цена шестьсот сорок один рубль. А вот телескопическая сушилка – это вариант для большого объема вещей. У нее две выдвигающиеся дополнительные поверхности. Помимо толщины струн, обратите внимание на материал при выборе сушилки. Алюминиевая конструкция – не лучший вариант. Ее прочность не самая высокая. А со временем этот металл окисляется и чернеет. С сушилкой из нержавеющей стали таких сюрпризов не будет, но и стоит она дороже. Доброе утро. Доброе утро. СМС-сообщение и уже практически финал нашей программы. Мы удовлетворяем наших телезрителей, по-другому и не скажешь, ведь вы просили убрать ковер, и мы сделали это. Так что теперь хоть кто-то сможет смотреть на нашу студию спокойно, да? Да, без раздражения. Мы не можем уйти сами по вашей просьбе, потому что тогда некому будет вещать. Уж извините, я пока останусь. А теперь сообщение. О подарках, о приятном. Я думаю, что вот, в принципе, заслужено. Слушай, ура, я одна дома. Полтора года сидела дома в декрете по уходу за ребенком. С детьми никогда не уединишься. Вот настало мое время, хочу. Дочь в сад отправила, сама выпила чашечку кофе. Никто не лезет, не кричит. Вот клево. А сейчас завалюсь и буду валяться в кровати весь день. Это ВКонтакте? Весь день. Это ВКонтакте. Давай отправим, наверное, в студию красоты «Радианс» нашу зрительницу. На сумму 500 рублей этот сертификат. Подарите своей коже сияние. Вместе с салоном красоты «Радианс» сможете выглядеть всегда красиво. Мы вас поздравляем. Пою, готовлюсь к концерту, пишут нам. Или мы решили отдать вот этот набор для селфи семье целой, которая семья нудистов. Теперь вам будет чем прикрыться или с чем сфотографироваться. В общем, радуйте друг друга какими-то интересными снимками, усытом, например. Да, не стесняйтесь себя. Нам очень понравилась действительно сообщение. Какой номер про нудистов? Заканчивается на 3851. Но вот это несложно найти. Это единственная семья, которая призналась в этом. Да. Поскольку Сталин набирает обороты в нашей стране, это значит 57% опрошенных за Сталин. Поддерживают Сталина. Ну, теперь я на Иосифа Виссарионовича чуть-чуть больше похож. Ну, чуть-чуть, да. Что-то есть. Кстати говоря, раз уж мы с сегодняшней темой закончили, скажем вам про завтрашнюю. Завтра вот тут готовьте мобильные телефоны, чтобы у вас были на них деньги, чтобы анонимно нам написать смс-ку, потому что ВКонтакте могут увидеть, да? Ты начальник, я дурак. Или несносные боссы. Завтра вот такая тема. Можно будет пожаловаться на своего начальника, на своего босса. А может быть, наоборот, похвалить, сказать, что у вас самый понимающий в мире босс, который всегда идет вам навстречу и никогда дурного слова вам не скажет. Да, есть же хорошие руководители, есть руководители не очень хорошие. Это везде случается, это нормальная практика. Но не везде можно высказаться. Вот у нас высказаться можно. Вы знаете, в Японии же есть такая штука, да? Когда бьют куклу босса. Да, стоят куклы босса, можно разрядиться немного. Нам не нужна такая. У нас хороший босс. Да. Отличный босс. Лучший босс на свете. Лучше и не придумаешь. Да. Замечательнейший человек. В феврале только зарплаты. Добрейшей души человек. В феврале 10-го... У нас планерка в 10 часов. А, да, перед планеркой, да. Ты можешь тоже прогнуться. Да, если у вас тоже самый лучший в мире босс, готовьте свои истории завтра, обсуждаем. Да не так. Калина Олеговна, спасибо, что встретил вас. Вы изменили мою жизнь. Это был один из самых прекрасных моментов. Удваиваются усы у человека за такие теплые слова. Несносные боссы. Ты начальник, я начальник, ты дурак. Завтра это обсуждаем. У нас уже несколько лет, я не знаю, что такое несносный босс. Благодаря моему боссу. О-о-о. Хочется тебя унести отсюда на руках, но пойдем пешком. Я бы унес ее на руках, носил бы ее до работы, но у нее же есть более достойный мужчина. Ну что, чмоки? Все, друзья, до завтра в 6.30 на ТВК, а в 8.30 на Перце. Обсудим все. Субтитры сделал DimaTorzok